События двухдневной давности в этом школьном лагере еще не скоро забудут. В День защиты детей охраннику и учителям школы в буквальном смысле пришлось защищать своих подопечных. Очевидцы событий вспоминают, как обычно вечером сотрудники развозили ребят по домам на автобусе. Совершали разворот, включили левый поворот, стали совершать маневр. По встречной полосе нас пытался обогнать Мерседес. Несется с огромной скоростью, примерно 150 километров. Уходя от столкновения, он резко ушел влево. Столкновение удалось избежать, но этим дело не закончилось. Как рассказывают очевидцы происшествия, через 200 метров Мерседес догнал автобус и вынудил остановиться. Из машины вышли двое мужчин. Один из них без объяснения стал сбивать водителя. Затем достал травматический пистолет и стал обстреливать автобус. Из автобуса выбежали охранник и учительница. Они, как рассказывают коллеги, попытались остановить нападавших. Когда я даже еще раз призывала к тому, чтобы они остановились. Несмотря на то, что я женщина, что в автобусе детей очень много. Он демонстративно прострелил две фары, стрелял по шинам и только потом успокоился. Сели в машину и уехали. В автобусе находилось пятеро детей в возрасте от 7 до 12 лет. Два первоклассника расплакались. Дети, говорят, испугались не на шутку. Я смотрел на водителя. Ну, я тоже как бы все смотрел, но мне было очень страшно, что как бы вдруг начнут стрелять по людям. В городе был введен план перехват. По госномеру полицейским удалось установить личность владельца автомобиля. По его версии, водитель школьного автобуса создал аварийную ситуацию. Он не имел права в любом случае совершать подобные действия, даже если была создана действительно какая-то критическая аварийная ситуация. Поскольку все-таки у нас это деяние, оно преследуется по закону. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Через 10 дней будет принято решение, по какой статье будет возбуждено уголовное дело. Хулиганство, избиение или порча чужого имущества. Раиса Силина, Александр Мокин. Новости сейчас. Раиса Силина, Александр Мокин. Новости сейчас.